Принципы планирования межкомнатных дверей Дверное полотно, когда мы открываем дверь, должно плотно приходить в стене То есть оно не должно висеть посередине, оно не должно мешать проходу людей Четвертый принцип, конечно, очевидный, выключатель должен быть со стороны ручки То есть здесь мы размещение двери увязываем вместе со схемой размещения электроустановочных приборов Следующий принцип Если у вас есть выбор делать глухую дверную створку Либо со стеклянной вставкой, лучше делайте стеклянную вставку Потому что это гораздо удобнее Нет необходимости постоянно держать свет в коридоре Иначе, если у вас будут в коридор вести только глухие дверные полотна Там всегда будет темно Следующий принцип Одинаковые дверные проемы в одном коридоре Я здесь хочу поспорить с застройщиками Которые почему-то привыкли в санузлы и в душевые и в ванные комнаты Ставить дверь немножко уже, чем в жилые комнаты Это некрасиво Дизайнеры с этими согласны Гораздо красивее, когда мы видим из коридора Что все дверные проемы и все дверные полотна одинакового размера Допустим, 80 сантиметров Поэтому, если у вас есть такая возможность Расширяйте свой дверной проем в санузел Пусть у вас все двери будут красивые, одинаковые И последний принцип Дешевая дверь испортит самый дорогой интерьер Пожалуйста, не экономьте на двери На внешнем виде дверей Потому что дверь это украшение любого интерьера Это то самое пятно, которое всегда притягивает взгляд У вас могут быть скромные лаконичные стены И при этом роскошная дверь, которая сразу создает ощущение богатства и роскоши Но если у вас будут витиеватый потолок, кудрявые стены Все очень красиво, дизайнерски Но при этом будут стоять дешевые простые двери Они испортят любой вид Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...